Итак, следующее упражнение у нас прыжки на скакалке. Я покажу более сложный вариант именно со скакалкой, скоростной от Ямагучи. Аня покажет вариант без скакалки. Можно делать все то же самое. Приготовились. Итак, стопы ставим на тишине ваших тазовых костей, легкие-легкие прыжочки. Аня, вместе со мной. Приготовились. Три, два, один. Поехали. Итак, мы с вами прыгаем легко, спокойно. Кто может хорошо прыгать на скакалке, может прыгать вот таким вот образом. Либо бег на месте. Да, не важно. Главное выполнять прыжки. Итак, Аня делает легкий вариант. Она бежит сейчас с высоким подниманием бедра, а ей нужно чуть-чуть ручками повращать, для того, чтобы это типа была скакалка. Хорошо. Держим темп. Ровная спина, осаночка с двух ног. Вот. И здесь можно добавить обычную классическую размножку вправо-влево. Да, да, да. Итак, следующий кардиоблок. Это тоже. Это вторая тренировка. Обычная классическая размножка. На месте. Будьте внимательны. Здесь все просто, все легко. Стопы, значение ваших тазовых костей. Правая нога вперед, левая назад. Окей? Три, два, поехали. Руки работают. Противоход движения ногам. Руки работают. Продолжение следует... Итак, следующее упражнение с резиновыми амортизаторами, будьте внимательны, наступаем одной ногой, дальнюю ногу ставим на полупальцы, ровная спина, ваши колени всегда должны быть слегка согнуты, плечи вниз, протяжка идет до подбородка и возврат в исходную позицию, окей? Приготовились, 3, 2, поехали. Выдох вверх, вдох вниз. Если у вас нет под рукой резинового амортизатора, вы можете использовать любую тяжесть, утяжеление точнее, можете взять 2 утюга в руки, 1 утюг в руки, либо взять полотенце, привязанное с чем-нибудь на конце, либо, третий вариант, это бутылки с водой. Выполняем идеальное упражнение, от макушки до копчика одна прямая линия проходит, локти поднимаем вверх. Продолжение следует... Внимательно будем работать над бицепсом и над передним пучком плеча, будьте внимательны. Наступаем ногой также на амортизатор, дальнюю ногу полупальцы. Мы делаем обычное классическое сгибание в локтевом суставе, кулаки на себя, здесь работают бицепсы руки, дальше мы опускаем и поднимаем, вытягиваем прямые руки перед собой и возвращаем в исходную позицию. Приготовились, 3, 2, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Старайтесь выдыхать всегда на усилии. Выдох, выдох. Продолжение следует... Итак, у нас следующее тоже комбинированное упражнение на мышцы плеч. Будьте внимательны. Мы наступаем ногой на амортизатор, также посередине. Берем именно вот таким вот... Если у вас плоткий амортизатор, ленточный точнее, мы берем вот таким вот образом. Пойдем на бедра, вытягиваем руки вперед. Дальше мы делаем движение от ведения в стороны и возврат в исходную позицию. Готовы? 3, 2, поехали. И стороны вместе. Итак, в этом упражнении вы можете оставаться в статодинамике, как я, да, не опуская рук. Либо второй вариант, как делает Аня, она опускает руки, поднимает и возвращается в исходную позицию. Это более легкий вариант. Старайтесь максимально прыгать мышцы пресса и спины. Я вместе с Аней сейчас буду делать. И... На выдохе. Продолжение следует... Следующее упражнение – скрестные прыжки. Будьте внимательны, руки ставим на пояс. Это упражнение из моего детства. Приготовились. Итак, через центр ноги, стопы точнее тазовых костей. Ага. Прыжок в стороны, смена. Прыжок в стороны, смена. Приготовились. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Прыжок в сторону. Прыжок в стороны, смены. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее упражнение – работа на мышц пресса. Будьте внимательны. Мы опускаемся вниз на спину. Стопы ставим вот таким вот образом домиком. Коленки в стороны. Максимально напрягаем пресс. Руки вытягиваем вверх для инерционного движения. Мах. Возврат вперед. Приготовились. На счет 3, 4. Вместе. Поехали. И раз. Два. Три. Четыре. Одно колено к себе. Разворачиваем корпус. И меняем постоянно стороны. Приготовились. На счет 3, 4. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Нас. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Окей. Окей. All right. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok